Спасибо, господин председатель, за созыв этих прений, в особенности из-за того, что Совет в выходные не смог согласовать свободное, простое и четкое заявление для прессы по поводу событий в Мариуполе. Мы также благодарим ЗГС Фельдмана за содержательный и полезный прифинг. Господин председатель, мы осуждаем убийство почти 30 людей и ранение 90 гражданских лиц 24 января 2015 года в Мариуполе. Сообщения о неизбирательных обстрелах гражданских жилых районов вызывают глубокую обеспокоенность, как и другие инциденты, перечисленные ЗГС Фельдмана. Мы уже говорили о своей беспокойности. На прошлой неделе, когда насилие уже разрасталось, инцидент в Мариуполе подтверждает, что ситуация на востоке Украины превращается в стихийное бедствие. Мы не рассматриваем этот инцидент в изоляции. Его масштаб и заявления, которые делают по поводу него, руководители сепаратистов говорят сами за себя. Это крупное нападение на гражданский населенный пункт с единой целью захватить и взять под контроль данный район. Последние жертвы среди гражданского населения в результате конфликта на востоке Украины являются абсолютно неприемлемыми. Мы призываем все стороны соблюдать международное гуманитарное право и воздерживаться от любых неизбирательных нападений. В этой связи, господин председатель, мы отмечаем, что ракеты пускаются неизбирательно по гражданским районам. Это является нарушением международного гуманитарного права. Не может быть безнаказанности за такие безрассудные действия. Ответственные за них должны понести наказание. Предоставление сил и материально-технических средств России для сепаратистов – это не безответственный шаг. Крупная война на Украине является абсолютно неприемлемой. Свидетелей становится все больше, и тем не менее Россия не жалеет о роли, которую она играет в пользу сепаратистов. Россия говорит о фактах, что мы знаем точно, наверняка, это то, что Россия играет свою роль в этом конфликте. Мы, господин председатель, поддерживаем проведение инклюзивного политического диалога и призываем Россию, вместо того, чтобы возлагать вину на других, использовать свои дипломатические и другие средства для того, чтобы сепаратисты соблюдали прекращение огня. Это прекращение огня, которое уже оговорено в минских соглашениях, должно осуществляться незамедлительно. Совет также должен взять на себя ответственность по уставу ООН. Мы должны отложить в сторону политику, как бы это сложно ни было, и использовать наше коллективное влияние для того, чтобы остановить убийство гражданских лиц на востоке Украины. Это должно быть приоритетом. Может быть, не для данных консультаций, но в будущем мы хотели бы, чтобы Совет всерьез подумал о том, как оказать давление на все воюствующие стороны для осуществления прекращения огня. Слова, господин председатель, уже недостаточны, необходимы, возможно, большие действия. Я благодарю представителей Новой Зеландии за данный момент.